Календарная зима еще не наступила. В Нур-Султане в связи с понижением температуры отменили занятия для школьников начального звена. Этот вопрос при минусовых температурах становится актуален и в Кустанае. Родители уже звонят в нашу телекомпанию и отдел образования, чтобы узнать, не отменили ли занятия. Критерии отмены закреплены в приказе Минобразования и Науки. Согласно им, при температуре минус 25 градусов не учатся ученики КПП нулевых и начальных классов. В минус 27 не учатся с нулевого по девятый класс, а при минус 30 все параллели, а также студенты, первого и второго курса колледжей. Эти критерии не единственные. Учитывается скорость ветра и влажность. То есть основными критериями для обморожения учащихся являются при минусовых температурах – это влажность. Чем выше влажность и больше скорость ветра, тем больше вероятность. Не все дети внутриквартально живут. Кто-то, соответственно, добирается на автобусе в другой микрорайон. Хорошо, если есть транспортное средство, родители привозят ребенка. Еще один актуальный вопрос – во сколько происходит отмена занятий? Здесь также есть временные рамки. По первой смене решение принимается с 6 до 6.30 утра. По второй смене – с 11 до 11.30. Учитывается краткосрочный и долгосрочный прогноз. Но иногда ход погоды становится аномальным, к примеру, сильный снегопад и ухудшение видимости. Либо может пойти дождь. Тогда уже по факту принимается решение о сокращении уроков, либо об их отмене. Очень многие задаются вопросом, каким образом производится отмена. В 6 часов анализируется погода, то есть снимаются данные с метеостанций. То есть у нас заключен официальный договор. Мы не пользуемся интернет-ресурсами. Почему? Потому что многие родители пользуются всевозможными приложениями. У кого-то 30, у кого-то минус 32, у кого-то 27, ну и так далее. Также в отделе образования отметили, что если школьники не пошли на занятия, то учатся они дистанционно. Если же занятия сократили, то в этот день уроки онлайн не проводят. Контролировать или предугадать погодные явления сложно, поэтому родителям советуют быть внимательнее. Родителям нужно, как сказать, наблюдать за погодой. Есть же у всех порталы гизметио, хотя бы, по крайней мере, если где-то приплеженная погода видно, видно там за минус 20, 22, 23, 24, уже можно как бы насторожиться. И следующим утром просто-напросто проявить, ну, открыть в том же телефоне, вашу телекомпанию открыл, везде сразу отмена занятий произведена. Потому что многие, скорее всего, ждут, привыкли к разбудильнику. В отделе образования рекомендовали сообщения об отмене занятий искать только на официальных ресурсах. На сайте «Аллау Кейзет», в нашем инстаграме, а также в утренней программе «Разбудильник» телеканала «Аллау» вы всегда можете узнать об этом достоверно. Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал. Для этого вам нужно отсканировать QR-код прямо с экрана вашего телевизора, подписаться на рассылку наших новостей и быть в курсе самой актуальной информации, в том числе и об отмене занятий. В прошлом году неоднократно школьники путем рассылки фейковой информации через мессенджеры отменяли занятия в регионе. Также Евгений Терентьев отметил, что за последние десятилетия ни один школьник области не получил обморожений по пути в школу или обратно. Диара Ахмечин, Алексей Кудрявцев, Яна Гала, РТН